Случалось ли вам попадать в заколдованное королевство? Вокруг причудливо погрызанные поваленные деревья, пеньки торчат, как заточенные карандаши, а заболоченные водоемы перегорожены плотинами из веток и сучьев. Это владения животных, которые меняли ландшафт планеты задолго до появления на ней человека. Бобры – профессиональные инженеры-архитекторы, постоянно занятые делом. И такое активное соседство не всем по вкусу. Сегодня мы узнаем, за что упрекает бобров, какую пользу они приносят и как справиться с их нежелательным воздействием на водоемы. Для начала присмотримся к этим животным повнимательнее. Бобр – один из самых крупных грызунов на земле. У него плотное, обтекаемое мешковатое тело с широкой округлой головой и короткими пятипалыми когтистыми лапками. Длина тела от носа до кончика хвоста достигает 130 сантиметров, а вес – до 30 килограмм. Бобр замечательно приспособился к полуводному образу жизни, а в его арсенале множество необычных инструментов для работы. Передними лапами – короткими и цепкими, бобры роют землю, удерживают ветки и корм. Мощные задние лапы снабжены кожными перепонками и похожи на ласты. Бобр устроен предельно рационально. У него небольшие глаза, широкие короткие уши. Когда бобр ныряет, ушки и ноздри смыкаются, а глаза закрываются прозрачными мигательными пленками. Бобр плывет под водой с открытыми глазами, как аквалангист в очках, и все прекрасно видит. Зубы бобра – замечательный плотницкий инструмент. Они растут всю жизнь и постоянно подтачивают сокару деревьев. Крупные резцы, ржаво-красные от большого содержания железа, перегрызают любое дерево. А чтобы в рот при работе не попадала вода, у бобра есть внутренние губы позади резцов. Особые мышечные складки, которые плотно сжимаются, позволяя бобру грызть ветки под водой так же хорошо, как и на суше. Из-за торчащих наружу резцов кажется, что бобры всегда над чем-то смеются. На суше этот зверь неповоротлив, но, попадая в воду, он превращается в настоящую торпеду. Благодаря большому объему легких бобр может находиться под водой до 15 минут, проплывая расстояние до 800 метров и развивая скорость до 7 километров в час. Плоский и похожий на весло хвост – руль в воде и опора на суше. Он покрыт орговевшей кожей, напоминающей рыбью чешую. В жару хвост помогает регулировать температуру тела, а к зиме в нем накапливается жирок. Резким ударом хвоста по воде бобры подаются родичам – сигнал об опасности. Бобр – очень чистоплотный зверь. Он тщательно ухаживает за своей шикарной буро-коричневой шубкой, постоянно смазывая ее маслянистым мускусным веществом. Коготь на втором пальце задних лап раздвоен в виде вилки. Им бобры расчесывают мех и вычесывают насекомых, как гребешком. Шерсть у бобра особенная. Длинные остевые волоски намокают в воде, а густой мягкий подшерсток остается сухим. Так что, несмотря на мокрый внешний вид, бобр всегда сух. Из-за своего теплого, мягкого и пушистого меха сто лет назад он был почти полностью устреблен, и только в последние десятилетия численность бобров постепенно восстановилась. Бобры селятся на берегу заросших водоемов. Грызут осину, березу, иву, тополь. Любят желуди и болотные растения. Рыбу бобры вообще не едят, они строгие вегетарианцы. Бобр перерабатывает древесину, как отличная лесопилка. Стоя на задних лапах, передними он придерживает ствол дерева и, быстро работая зубами, начинает его перегрызать, роняя ствол по направлению к воде. Повалив дерево, он объедает листья, затем кору с ветвей. Верхнюю часть ствола дробит на меньшие куски и оттаскивает их к водоему, делая под водой запасы на зиму. Если нужные бобру деревья стоят далеко, он прокладывает к ним каналы, по которым сплавляет дерево по частям. Но дальше 200 метров от берега бобры не отходят. Бобр – мастер на все руки, то есть лапы, а его дом – настоящий комплекс гидротехнических сооружений. В крутых берегах бобры роют норы с камерами, кладовыми и подводным входом. В заболоченных местах возводят высокие куполообразные хатки из травы и веток, скрепляя их глиной и илом. На верхнем этаже хатки теплая спальня с мягкой подстилкой. На нижнем – гостиная. Там бобры обсыхают или обедают. Проделано отверстие для поступания воздуха – продух. Чтобы поддержать высокий уровень воды в запруде и скрыть вход в хатку, ниже от нее по течению бобры строят плотину из древесины, глины и камней и углубляют дно водоема. Это помогает сделать жилища недоступными для хищников, волков, медведей или диких собак и не дает запруде промерзнуть зимой. Плотина, перегораживая воду, ослабляет течение. Заводь разливается и зарастает водными растениями, которыми питается бобр. Самые большие дамбы видны даже со спутника. Бобры неусыпно следят за сохранностью плотины, заделывая мельчайшие щели. Но прорыв дамбы они могут определить только по звуку кулющейся воды, а не по ее уровню. Как-то раз ученые провели забавный эксперимент. Рядом с плотиной поставили магнитофон с записью журчащей воды. Бобры не заметили подвоха, но сработали безукоризненно. За ночь они залепили магнитофон землей и илом. Построенной плотиной бобры пользуются не всю жизнь. Когда вдоль берега основные деревья будут съедены, а за каждым новым придется ходить все дальше. Бобры мигрируют на другое место. Бобр – верный и преданный семьянин. Пары создаются на всю жизнь. Супруги вместе строят хатку и плотины, заготавливают корм, защищают территорию. Своевладение они метят особым пахучим веществом – бобровой струей. Запах, который говорит чужакам «Плывите дальше, место занято». Каждый год в семье бобров рождается 5-6 детенышей – пушистых и самостоятельных. Бобрята растут под присмотром родителей и старших братьев и сестер, а спустя два года уходят, чтобы создать свои семьи. Бобры любят работать ночную смену. Они выходят из жилищ вечером и трудятся до утра, а осенью при заготовке корма на зиму. Их трудовой день длится до 12 часов. Бобры не впадают в спячку. Когда вода замерзает, они прямо из хатки ныряют под лед и достают заготовленный корм, практически не выходя на поверхность. Только и слышен из домика характерный хруст коры и веток. Своими повадками бобр очень напоминает человека. Но отношения этих соседей нельзя назвать дружескими. Бобры обвиняются в заболачивании лесов и уничтожении деревьев. Их запруды и дамбы вызывают подтопление и создают преграды для нереста и миграции рыбы. Но не все в природе так однозначно. Доказано, что бобровые поселения играют важную роль в выздоровлении окружающей среды. Плотины служат природным фильтром, очищая воду и замедляя размывание берегов. На прореженных и заболоченных полянах появляется больше земноводных и насекомых. Это привлекает животных, выхухоль, норку, выдру, водоплавающих птиц. В рост идут затененные прежде деревца, а поваленные служат кормом для зайцев, лосей и оленей. В засушливых районах появление бобров снижает распространение лесных пожаров. Плотины задерживают алые воды весной и создают природные резервуары, питающие реки и озера. В некоторые страны бобров завозят специально, чтобы сохранить пересыхающие водоемы. Так что же делать, если соседство с бобрами наносит явный ущерб? Разбирание плотины не всегда помогает. Бобры могут восстановить ее за ночь. На помощь приходят инженерные решения. Чтобы избежать наводнений и снизить уровень воды в запруде, в плотину встраивают дренажные трубы с металлической решеткой, не нарушая целостности дамбы. Для защиты коллекторных труб используют прожекторы с датчиками движения, так как яркий свет и шум отпугивают зубастых строителей. Стволы крупных деревьев обвязывают металлической сеткой. Эти примеры показывают, что человек может быть бобру, добрым соседом. И если найти пути решения, то рядом с нами будет жить удивительный и необычный зверь, у которого всегда есть чему поучиться.